Загружается. Наташа, мы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствуем всех вас в этот вечер, всех, кто подключается на канале Мы Молитва, платформа Мы Молитва. И в этот вечер вас приветствует только Шульга из Киева, Украина, и Наталья Зуева из России. И сегодня вместе с Натальей мы хотим поднять такую очень интересную тему для всех нас, которую мы назвали «Путь веры». И эта тема, она интересна, и в то же время она достаточно сложная. Эта тема, я думаю, каждый из нас проходит свой путь веры. И каждый из нас сталкивается со своими вызовами, со своими трудностями, со своими проблемами, со своими стесненными обстоятельствами. И вот сегодня как раз мы хотим поговорить о том, как мы проходим эти трудности, эти обстоятельства, когда мы находимся в самом эпицентре. Очень легко нам говорить, когда мы уже прошли, когда уже все позади. Очень легко нам, когда мы уже свидетельствуем о том чуде, которое Бог совершил в нашей жизни. Но сегодня мы будем говорить о том, как мы чувствуем себя, что мы переживаем, находясь в центре событий, находясь вот в этой пустыне, долине смертной тени. И я представлю вам еще раз Наталью Зуеву. Я думаю, что многие, особенно на просторах России, знают эту семью Сергея и Наталья Зуева. Это служителя, которые посвятили свою жизнь уже на протяжении 25 лет служению Господу. Они служат Богу с самого зарождения их семьи. Эта семья имеет пятерых детей и уже даже трех внуков. И вы можете знать эту семью, как служители, которые выходят в эфиры, участвуют в эфирах и ведут эфиры на канале христианском ТБМ. И я думаю, вы много слышали, потому что и Сергей, и Наталья, они ездят по всему миру, служа людям и распространяя Евангелие. И вот сегодня Наташа поделится с нами, что они проходят. И я думаю, что уже многим из вас известна та ситуация, в которой оказалась их семья. О том, что Сергей проходит свою долину смертной тени, и ему поставили неутешительный диагноз. И поэтому сегодня Наташа здесь, и она поделится с нами, как они проходят эту ситуацию. Что они испытывают, что их вдохновляет, что поддерживает их веру. Наталья сегодня одна без Сергея, потому что Сергей сейчас находится на лечении в Турции, и она на днях тоже летит к нему. И вот сегодня она будет с нами, сегодня она расскажет свою историю, сегодня она поделится и передаст то, что в её сердце. Наташа. Да, я приветствую всех, тех, кто нас смотрит, кто сейчас с нами вместе. И не только в эфире, но и очень много людей, которые проходят с нами эту долину. И очень от всего сердца я каждого человека благодарю за молитвы, за поддержку, за всё, что вы пишете. Оно вызывает такой отклик в сердце и благодарность Богу за каждого человека, который не остался равнодушным. Я даже не думала раньше, что настолько тело Христа может двигаться в единстве, в такой любви, в поддержке. То есть мы привыкли как пасторы отдавать, но мы не научились даже принимать. И когда я увидела этот отклик, когда я увидела вот именно состояние людей, их сердца, то, конечно, я понимаю, что Христос, он реально, он спас нас, и он вселился в нас, и он живёт в нас. Потому что без него невозможно иметь такое отношение. Но как-то сверхъестественным образом люди и переживают, и молятся, и финансы жертвуют для того, чтобы поддержать нас в этой проблеме. Ну, прежде всего, конечно, я понимаю, что этот эфир, он очень уникальный тем, что это не свидетельство того, как мы прошли. Это не та боль, которая уже, может быть, зарубцевалась, и ты уже не так её переживаешь. Это очень горячо, это очень насущно, это прямо сейчас. Мы находимся в самом эпицентре этого события, ужасного, жёсткого события. И хотела бы я, ну, коротко сказать, как всё это началось. Знаете, ну, в жизни вот бывают случаи, когда ты понимаешь, что это не запланировано. Как Артур Симонян говорит, как официант, который преподносит тебе не то блюдо, которое ты ждал. То есть мы жили прекрасно, у нас всё было хорошо. Мы никогда не усомневались в Боге, то есть мы всю жизнь жили по вере. И мы знали, что говорить, что не говорить, как поступать. Ну, мы все эти моменты очень хорошо знали. Мы учили людей так, мы вдохновляли с канала ТБН, в церкви, когда мы ездили на конференции. То есть мы не просто люди, которые там какую-то, ну, такие проповеди говорим, да, просто о любви Иисуса. Мы именно и проповедовали о вере. И вот сегодня мы и хотим поговорить об этом пути веры. И это случилось, знаете, так внезапно, когда мы утром проснулись, просто с мужем позавтракали и просто сидели, общались. И он просто сказал, слушай, что-то у меня лимфоузел немножко уплотнёт. И я говорю, ну, может быть, ты простыл, он говорит. Может быть, ну, мы любим в баню ходить, мы любим, он любит в бассейне холодном потом купаться. И я говорю, может быть, ты простыл, он говорит, да нет, нет, что-то другое, говорит, потому что я чувствую с одной стороны именно вот такое уплотнение. И потрогай, он мне сказал. Я говорю, да я даже трогать не хочу. Вы знаете, вот после того, как он сказал это, то есть это невозможно перепутать. Ты просто понимаешь, что что-то случилось серьёзное. Это внутри было вот это свидетельство, что что-то случилось серьёзное. Почему? Потому что такое пришло беспокойство. Я стала постоянно смотреть на это место. То есть я стала его спрашивать, а как сегодня? Как ты себя чувствуешь? Но в отличие от меня, конечно, Сергей, он был настолько заряжен верой, и он вообще не сомневался даже в том, что это какой-то пустяк, и что я вообще зря беспокоюсь на эту тему. И он сказал, что вообще не переживай, всё хорошо. Я говорю, Серж, но я не могу даже спать спокойно. Он говорит, ну почему ты не можешь спать? Я же спокойно сплю, почему ты не спишь? И я детям не говорила, то есть мы как-то всё это умалчивали. Но тем не менее, мои глаза всегда смотрели на это место. И через какое-то время я смотрю, оно стало уже видимым образом проявилось на шее. И, ну, он молился, он каждое утро вставал, он молился, он провозглашал Слово Божие. То есть он остался неуклонен и без всякого страха, без всего. Естественно, я стала переживать, и у меня, как я уже сказала, я потеряла сон. И в один из таких моментов Сергей после молитвы как-то вышел утром и сказал, всё, не переживай, я получил Слово от Бога. Я говорю, что за Слово? Он говорит, ты знаешь, просто, говорит, ну, вот выпрыгнули эти слова из Библии, что с тобой я в скорби, избавлю тебя и прославлю тебя, долготую дней насыщу тебя и явлю тебе спасение моё. Я говорю, ты уверен, что это оно Бог тебе сказал, а не просто ты так вдохновился? Мы бывает, что эмоционально тоже вдохновляемся. Он говорит, нет, я чётко понял, не Бог сказал вот в этой молитве. Но и он продолжал молиться. Естественно, оно увеличивается, и ты понимаешь, что Слово дано, значит, как-то должно всё поменяться, но оно не меняется, оно, наоборот, идёт всё на прогрессирование. И я была в таком состоянии, то есть, вы знаете, ты живёшь в какой-то момент, и у тебя какие-то есть планы, какие-то цели, ты чего-то хочешь, ты к чему-то стремишься. То есть, есть какая-то у нас обычная жизнь, есть какие-то рельсы, по которым мы ходим. В принципе, всё как обычно вроде бы было, но это было необычно. Почему? Потому что я полностью, моя жизнь, она как будто остановилась. Я поняла, что всё, что-то случилось ужасное. И как будто всё поменялось. То есть, не стало тех мыслей, не стало тех желаний, всё как-то поблёкло. И ты понимаешь, что уже то, что тебя интересовало раньше, сейчас оно тебя вообще не волнует. Твоё всё, твоя сущность, она только об этом думает. И это, конечно, волнение, конечно, это и страхи, конечно, это переживание, это бессонные ночи, это постоянное размышление, а что это, а что же это может быть. Ну, и я говорила, Серёж, тебе, наверное, нужно сходить и проверить. Он говорит, да ладно, перестань, ты не переживай, всё хорошо. Я говорю, ну, если бы всё было хорошо, то это бы не увеличивалось. Но он говорит, ну, поверь мне, что всё будет хорошо, просто поверь мне. Наташа, а можно немножечко, вот буквально секундочку, хочу заострить внимание. То есть, вы изначально чувствовали внутри себя тревогу, правильно? И вот когда Сергей получил это слово, что в скорби я с тобой, эта тревога всё равно не прошла, да, вы получили вроде слово, но тревога всё равно продолжала нарастать, правильно? Ну, удивительно то, что у него никогда не было тревоги. Это у меня была тревога. А у вас была тревога? Да, у меня была тревога. А он как бы был в абсолютном мире, в радости, он жил той же жизнью, то есть вообще не обращал на это внимания. Но я потеряла покой, я потеряла покой, да. Когда он сказал это слово... А когда вы потеряли покой, что по этому поводу вы начали делать? Ну, естественно, мы молились, конечно же, мы молились. Потом мне нужно было, так как я вижу, что это не уходит, думаю, ну, надо понять тогда, что это. Да, то есть, ну, говорю, давай мы узнаем, что это, чтобы мы знали, за что молиться. Он говорит, Бог знает, что это, поэтому Дух Святой нас ведёт всегда в молитве, и нам не надо сомневаться в том, что мы что-то не так сделаем. То есть Бог, он знает, Бог в курсе. У него любимое это слово, Бог в курсе этой ситуации. Поэтому не переживай, он всегда как мог только меня успокаивать. Я человек такой, знаете, что у меня бывают самые критические моменты, я настолько мобилизуюсь, я просто становлюсь, но непрошибаемой. Но вот на этом пути, на этом пути веры, о чём мы сейчас с вами говорим, всё же у меня разные бывают эмоции, да, и разные чувствования. Но в какой-то момент я чувствую, что Дух Святой, он так сильно меня касается, что я как будто бы становлюсь неуязвимой. Почему? Потому что, в принципе, вся наша жизнь, да, на протяжении, я думаю, уже 30 лет, как мы с Богом, мы всегда жили в Его чудесах, мы всегда знали, как это работает. Всегда, конечно, по-разному Бог отвечал нам, но я знала, что всё равно Бог придёт, и Он сделает то, о чём мы просим. То есть какая бы ситуация ни была, независимо, там, дети заболели, или я заболел, или финансовые какие-то затруднения, то есть всё мы решали на уровне только веры в Бога и упования на Него. Поэтому здесь как бы что-то во мне, что-то ёкнуло, как будто что-то не такая ситуация. То есть я часто, бывало, проходила какие-то сама в своей жизни атаки на своё здоровье. Я как бы сама знаю, как это двигается. Но когда на него это пришло, на человека, который никогда не болел, который был абсолютно какой-то неуязвимый человек, то есть я постоянно с чем-то боролась, но он был человек абсолютно как будто, ну, знаете, здоровье, успешный, здоровый человек. То есть у него даже, мне кажется, у него даже не было как-то иммунитета, да, против таких вещей. Вот я постоянно, у меня выработано уже было, то есть я знала, что если приходит атака на здоровье, мой как бы лучший план – это идти работать. Начинаю работать, что-то делать, моментально всё уходит. Но вот с ним было по-другому, потому что он как будто бы не натренирован, что ли, был, да, вот в этих вещах. Хотя он тоже очень много чудес видел там, и когда он с аллергией победил аллергию там, и однажды нога у него сильно разбухла, и просто Бог исцелил. То есть были всегда у нас моменты, что Бог всегда приходил и исцелял. И в этот раз мы подумали, что будет точно так же. То есть вы практики. Мы практики, Вера, да. Мы практики, мы не теоретики. Я, в принципе, могу книгу написать о всех чудесах, которые Бог совершил в нашей жизни. Это книга целая. Вы, пройдя эту ситуацию, Наташа, напишите книгу. Наверное, да. Скорее всего, что да. Почему? Потому что, знаете, в своей жизни я тоже была атакована, когда у меня болело в Баку, я пошла, сделала УЗИ, и мне сказали пойти к онкологу. То есть я проходила этот путь. И я сказала Господь, что я никуда не пойду, я буду уповать на Тебя, и я буду верить, и я знаю, что придет исцеление, даже если что-то там есть. И в моем случае Бог тоже мне дал слово. Это была молитва Ефесян, чтобы я укоренилась именно в Божьей любви. И, знаете, чудесным образом я это победила. Даже вообще не ходила ни к докторам, никуда. Это было сверхъестественное чудо в моей жизни. То есть Бог моментально исцелил меня в одну из молитв. Да, это был путь какой-то, но тем не менее на этом пути я имела победу. Именно по вере. То здесь я как будто поняла, что что-то не то. Я не владею ситуацией. И вот это серьезный такой момент, что мы еще долгое время не могли диагноз поставить. То есть Кристина, наша старшая дочь, она сказала, пап, давай сделай УЗИ. Он говорит, да не буду я ничего делать. Она говорит, ну пожалуйста. Я говорю, Сережа, ради нас, пожалуйста, сделай УЗИ, сдай кровь. И вот он когда был уже здесь в Москве, это было где-то 7, наверное, июля, он пошел, сдал анализы, прошел УЗИ, и позвонил мне и сказал, ты знаешь, у меня отличная кровь, вообще никаких нет изменений в крови, ничего, поэтому не переживай, на самом деле все хорошо. И почему-то меня это тоже новость не утешило. Как-то вот, вроде он говорит, вроде бы и да, и вроде хочется в это поверить, но внутри как будто, ну нет, ты не можешь за это уцепиться и сказать, все, все хорошо. И потом мы пошли уже к хирургу в Кисловодске, он сказал, что давайте сделаем КТ, ему сделали КТ, и доктор сказал, что, ну, на основании КТ, я могу вам сказать, то, чего люди боятся, у вас этого нет. То есть кровь хорошая, КТ хорошая, все хорошо, но мира в сердце у меня как не было, так и нет. Я думаю, так, что же происходит? Потом этот хирург сказал, ну, скорее всего, что там воспалительный процесс, нужно сделать прокол и дренаж, и выйдет этот гной, скорее всего, который там скопился, и все будет хорошо. И мы сделали этот прокол, этот дренаж. Это была, конечно, тоже, опять же, ошибка врача, потому что этого ни в коем случае делать было нельзя. И, естественно, там ничего не было, никакого гноя, и она стала более интенсивно расти, эта шишка. И время, знаете, лето, ковид, то есть ты не знаешь, куда вообще сунуться, думаешь поехать к там, где мы прописаны в ноябрь, там, ну, понимаешь, что там все больницы переполнены, коронавирус вообще просто везде тут царствовал, да. А мы в Москве, в Москве, значит, приехали, Сергей приехал в Москву, слава богу за Сергея Васильевича Риховского, который договорился, мы пошли, чтобы как-то обследование это прошло, прошли обследование, не сразу поставили диагноз, потом сказали, все-таки биопсию взяли, сказали лимфома, это уже онкология. И каждый раз какие-то вести были все тяжелее и тяжелее. И потом мы легли все же в больницу, мы подумали, что, ну, будем лежать в России лечиться, в нашей, Родина наша, да, мы будем здесь лечиться, все будет хорошо. Но через какое-то время сделали три химиотерапии, почему-то доктора сказали, что она не поддается лечению, поэтому мы вас выписываем. Куда выписываем? Что нам делать вообще? Ну, куда? Нас все, что ли? Лежать и ждать смерти? Что делать? И, ну, еще и раньше к нам приходили эпископы и говорили, вы что делаете? Давайте собирайте финансы, давайте будем собирать финансы, надо за границу. Я думаю, ну, какая за границу? Ну, мы же в России живем, мы должны здесь и лечиться. Ну, хорошо, Сергей, там, известный человек, мы можем собрать финансы. А что делать людям, которые не имеют такой возможности? Ну, мы же как-то должны быть, ну, проходить путь, как и все. Они говорят, да ладно же сейчас, зачем ты об этом думаешь? Ты понимаешь, что это атака очень сильная на служителя Божьего. Надо делать все. Ну, мы не можем, говорит, смириться. Давайте... И они нас просто уговаривали, чтобы мы собирали финансы и ехали за границу. Я почему-то, ну, не относилась к этому так глобально, что ли, что страна может как-то изменить ход болезни, да. Как бы мы все равно верили Богу. То есть, ну, мы знаем, что и в России люди исцеляются чудесным образом, да, и за границей исцеляются. Ну, и так же умирают и там, и там. Все равно решающее-то слово за Богом остается. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ты не можешь сидеть просто и ждать смерти, так как Россия от тебя отказалась. Тебе все равно нужно что-то делать. Нужно какие-то шаги предпринимать. И тогда мы начали искать клинику. Когда мы начали искать клинику, то, опять же, это пандемия. И везде нужно было двухнедельный карантин ждать. Мы видели состояние Сергея, что он не сможет долго ждать, да. То есть ему тяжело было говорить, тяжело глотать. И, в принципе, здесь проходят сонная артерия и другие все сосуды головного мозга. То есть мы не можем так это рисковать, потому что она растет. И вот тогда мы нашли вот эту клинику в Турции, которая, слава богу, они не отказали нам. То есть даже та выписка, которую нам сделали в Блохина, мы когда посылали этот кризис, то они все говорили, что лечение было правильно, поэтому, в принципе, ну, бывает такое, бывает. Но слава богу, что вот эта женщина с Турции, профессор, она сказала, что нет, есть варианты, есть 75-85 процентов, что мы можем это вылечить. И вот они сделали ему одну химиотерапию, просто дали сумасшедшую дозу химии, чтобы вот эту болезнь эту взять под контроль. И, конечно, сейчас у него такое тяжелое состояние. Я хотела бы просить всех, чтобы молились, чтобы вот это побочные явления после химиотерапии, чтобы организм справился с ними. Вот такая вот ситуация. Наташа, у меня такой вопрос. Скажите, а какая была первая реакция ваша, когда вы узнали, когда все-таки подтвердилось, что это онкология? Ну, конечно же, все внутри адреналин, естественно. Просто все это время практически живешь под адреналином, да? То есть это какая-то естественная реакция стала организма при любой вести какой-то. У тебя уже вырабатывается этот адреналин, ты даже бесконтрольно, ты даже не можешь его сконтролировать. Бывает, когда ты промолишься и вдруг чувствуешь, что, ну, хорошо, ты можешь воспринимать информацию. Но если вот в какой-то момент или утром ты просыпаешься, только подумаешь утром об этой, а вообще о той ситуации, в которой мы попали, тебе просто просыпаться даже не хочется. Ну, это настолько тяжело. Я говорю, я никому бы не... Ну, спаси и сохрани Господь, каждого человека, чтобы никто не проходил эти вещи. Я тут смотрела эфир, Светлана Спивакова и Вера Логин делали эфир. Я просто была, знаете, я когда его смотрела, я, по-моему, даже дышать перестала. На одном таком дыхании я думаю, господи, что же переживает человек, живя на этой земле? Ну, что же это... Сколько же в нас этой силы, как мы можем вообще пережить этот ужас, который вот случается в нашей жизни? Особенно, когда ты вот в этой ситуации, ты понимаешь, как это тяжело всё проходить. И реально я понимаю, что ни один человек не заслуживает такого. Ну, просто это страшные вещи. Я благодарна этим сёстрам, что они рассказали об этой, о своих ситуациях, которые в жизни были. Я понимаю, что мы можем многие вещи пройти. С Богом мы можем многие вещи пройти. Да. Скажите, Наташа, вот сегодня вы, как жена, являетесь главным посланником веры в жизнь вашего мужа. Как вы это осуществляете на практике? Ну, я бы так сказала, я не главный посланник веры, потому что Сергей всегда был главным посланником веры в моей жизни, в жизни детей, в своей жизни. То есть это тот камень, это тот источник, от которого вся наша семья питалась верой. Мы ни разу не сели за стол, чтобы не говорить о Боге, чтобы Он не говорил нам о вере. То есть Он является источником всей нашей веры. Для меня, например, для меня важно его внутреннее состояние. Если я вижу, что его внутреннее состояние непоколебимое, тогда я тоже успокаиваюсь. Самое главное для меня это его внутреннее состояние. Как написано в Библии, что праведный своей верой же будет. Конечно, я молюсь, конечно, я воюю, я сражаюсь, я делаю все, что могу делать в этой ситуации. Но я понимаю, что самое главное, это, конечно, его внутреннее состояние. На данный момент, когда он пришел однажды с больницы, мы его просто спросили. Я говорю, Сереж, вот ты столько молишься, столько ожидаешь этого чуда, но оно не происходит. Нет ли у тебя разочарования? Он говорит, нет. Я для себя решил, что в любом случае я буду на стороне Бога. Конечно, когда он это сказал, мы все расплакались, его это непоколебимые веры. И даже сейчас, когда он в Турции, я ему пишу, что как ты сейчас, как у тебя внутри? Он говорит, все отлично. И вот эти слова, они меня ободряют. Верить дальше и просто двигаться вперед. Сегодня, когда я проснулась, и да, было какое-то внутреннее хорошее состояние, но я села завтракать, и я почувствовала, как Дух Святой стал говорить со мной. И он говорит, что, послушай, если бы ты знала точно, что сегодня произойдет чудо, как бы ты себя чувствовала? Ты бы была в таком состоянии или ты была в радости? Я говорю, ну, конечно, была бы в радости. Он говорит, ты понимаешь теперь, что значит вера? Мы, может быть, думаем, что мы верим, но почему-то на нас начинают вот эти обстоятельства, видимые вещи, так сильно кричать в наше сердце, вообще в наш разум. Мы строим, мы дьявол, он просто режиссер, он начинает рисовать такие картины ужасные. Но Бог говорит, сосредоточься на мне, сосредоточься на мне, о том, что ты ожидаешь чуда. Ты говоришь всем, что ты ожидаешь чуда. Неужели ожидание чуда, на самом деле, если есть ожидание чуда, должно происходить с тобой в таком состоянии, что ты стала угнетенная? Да не должно для тебя этого касаться. Я подумала, да, на самом деле, но если бы мне сказали, что сегодня Иисус придет, ну, и сделает чудо, конечно, я бы была совершенно в другом состоянии. Я просто решила, все, я не хочу унывать, я не хочу ходить в каком-то под состоянием давления. Я точно знаю, что Бог не дает такого чувства. Он не дает состояние давления, Он дает выход, Он дает, показывает этот путь. все, что мы делаем, да, мы ожидаем чуда. И еще мне сегодня Господь показал, что когда мы были в Сан-Диего, это был январь, февраль месяц, и мы пришли на океан, и я увидела на океане, такие, знаете, черные точки лежали на океане. Я подумала, кто это? И потом вдруг я поняла, что это люди, которые серфингисты, они лежат на этих досках. Представляете, это зима, достаточно океан холодный, и они лежат на этих досках, и они ждут волны, а не просто в ожидании волны. Я подумала, что на самом деле ты лежишь в этом холодном океане, и ты хочешь, чтобы вот эта волна пошла, чтобы тебе на этом гребне просто подняться вверх и сделать этот трюк, который просто тебя, знаете, ну, поднимет, он принесет тебе кучу удовлетворения, кучу такого классного состояния эйфории, да, люди ради этого лежат. Я думаю, я тоже как серфингист этот лежу, и мой муж, и все наши дети, мы лежим на этом океане в этих, в черных костюмах, в холодном, в холодной в этой воде, когда и чувства разные тебя накрывают, и ты не понимаешь, что будет, будет ли это волна вообще, может быть, ты зря лежишь здесь вообще, но я ожидаю волну, я ожидаю, чтобы нам, знаете, просто воспарить и получить это чудо. Мы верим в Бога чудес, по-другому никак. Я понимаю, что врачи, они делают свою часть, но самое основное, это решение за Богом. Да, и Наташа, вы такую вещь важную отметили по поводу того, что если действительно вы бы знали, что сегодня произойдет чудо, с каким бы настроением вы проснулись, и насколько действительно важно вот в эти моменты, когда мы проходим свою пустыню, давление, не смотреть по сторонам, не смотреть на эти обстоятельства, не присутствоваться и не поддаваться тому, что говорят врачи, свои диагнозы, свои прогнозы, это человеческие прогнозы, но мы действительно будем смотреть на того, у кого самый верный прогноз, который сказал, что ранами моими вы исцелены. Это так важно, и действительно, мы вместе с вами, Наташа, вместе с Сергеем и со всей вашей семьей, мы тоже ожидаем этого чуда и просто поддерживаем вас. И вот у меня такой вопрос по поводу ваших детей. У вас пятеро детей. Скажите, как ваши дети проходят эту ситуацию? Ну, я думаю, я, наверное, буду очень правдива, что тяжело. Тяжело в том плане, что то основание, на котором они всю свою жизнь жили и строили, оно вдруг пошатнулось. Почему? Потому что они понимали, что если мы верим, если мы живем с Богом, если мы... Даже у моей дочери есть друзья, которые неверующие. И они сказали, что мы смотрели, говорит, на твоего папу, они нас в Инстаграме, значит, за нами смотрят, и мы думали, что если мы будем как этот человек, то с нами все будет хорошо. То есть вы понимаете, что дети, они были, выросли в атмосфере веры. И когда ты сейчас вот в этой ситуации, ну, не пришло это на раз, два, три. Есть период, который, ну, такой, можно сказать, затянувшийся период. Но все, что они делают, я увидела своих детей совершенно по-другому. Это не просто какие-то маленькие дети, не понимающие ничего. Они очень четко осознали всю ситуацию, и они поняли, что нам нужно бороться, нам нужно, каждый включился в своей сфере. Кто-то в молитве, кто-то в том, что Кристина, старшая дочь, она рядом с ним проходит все, потому что сейчас знание английского языка, которое у меня нет, ей очень помогает в этой стране, в Турции. Но потом она уедет, и я приеду уже на той неделе. То есть первый вот момент, она хотела рядом с папой быть. Я увидела тоже свою дочь, насколько она просто двигается, знаете, как танк какой-то, она не смотрит ни на что. И, конечно, очень тяжело видеть, как папа страдает, и все это вместе проходить, но она взяла себя в руки, она идет, она двигается. и все дети. И Давид в своей, как бы, двигается тоже теме в том, что он хочет, чтобы найти эти финансы, чтобы папе помочь, и тоже молится, и тоже верит, и переживает. Но все абсолютно, я увидела, они настолько все включены, то есть не просто они как бы пассивно наблюдают, да, что произойдет, они всем очень включены во все это событие, и молятся, и плачут. Мы очень много плачем, естественно, и дети тоже, потому что, ну, Сергей, он такой хороший отец, что они его настолько сильно любят, что для них и моя младшая дочь Тереза сказала, мама, я знаю точно, что мы пройдем эту ситуацию. Почему? Потому что в нашей семье есть любовь, а любовь побеждает все. Поэтому из-за той любви, которую мы имеем к нашему папе, мы пройдем этот момент, и с папой все будет хорошо. Но мы верим в это, мы в это верим. Кто-то, может быть, говорит, ну, а если не произойдет, а если что, ну, мы будем верить до конца, до победного конца. И я думаю, что даже я еще и раньше, когда Сергею задавал вопросы, когда еще все было хорошо, я спрашивала его, слушай, но если то, о чем мы проповедуем в нашей жизни не работает, как тогда? Он говорит, слушай, но мы не проповедуем уже свою жизнь, мы в любом случае проповедуем Слово Божие. И мы не можем изменить Слово Божие под нашу ситуацию. Слово Божие, оно всегда останется истиной. Это наивысшая инстанция истины. Поэтому, как бы в нашей жизни не происходило, все равно мы проповедуем то, что написано в Писании. Поэтому, в любом случае, Бог, Он всегда будет прав. Хорошо, что, Наташа, ваше сердце, оно так вот смиренно перед Богом, чтобы принимать Его волю. Но мы все-таки верим, что Его воля в том, чтобы мы были здоровы. Конечно, да. Долготой дней насытились на этой земле. Наташа, а можно я вернусь в тот момент, когда Вы проходили еще эту ситуацию сами, в самом начале. Вы знаете, у нас, у верующих, у христиан есть немножечко такая крайность, когда мы не афишируем свои какие-то проблемы вот как раз на той причине, что Вы сейчас сказали, что за нами наблюдают, наблюдают с мира, наблюдают извне, что ведь у нас все хорошо, мы проповедуем Бога, который дает успех, который исцеляет, который все устраивает в нашей жизни самым лучшим образом. И порой мы замалчиваем наши проблемы. Вот это такая крайность бывает. И скажите, ну, я так понимаю, что Сергей Васильевич Реховский, он Вас все-таки так побудил вынести это, ну, на общее обозрение эту проблему. И скажите, как вот Вы себя ощущали до и после того, как многие уже узнали о этой проблеме? Знаете, как-то вначале, да, не хотелось говорить об этом, хотели, думали, мы пройдем сами по-тихому тогда, сами победим, сами пройдем, а потом так круто засвидетельствуем. Я думаю, что это просто мечта всех христиан, да, пройти какой-то путь, но мы не люди, которые постоянно вот жалуются, что-то там. Более того, мы не стремились никогда к публичности какой-то, да, потому что, ну, мы не особо вели Инстаграм, там, ну, то есть мы достаточно пассивны, мы не там, не зарабатывали какие-то себе там бонусы, еще просто жили, да, ну, я не знаю, почему, но наша жизнь, она всегда как-то, вроде жили в маленьком городишке в этом, ноябрьске, на крайнем севере вообще, но как-то вот, ты хочешь вроде скрыть себя, оно все равно бац тебя и наружу вытаскивает, я не знаю, что за судьба наша, и даже вот в этой ситуации, вроде бы, да пройди ты по-тихому этот тяжелый период своей жизни, потом просто скажи, какой бог хороший, и как вот он сделал чудо, совершил это чудо, но нет же, вот, ну нет, ну не смогли, вот просто не смогли, думаю, как бы всегда вот, как ты вот на виду, а ты не хочешь быть на виду, ты хочешь где-то быть, вот, чтобы тебя не видели или не знали, и вот в этой ситуации, конечно, когда это случилось, мы тоже думали, все, пройдем, зачем людям говорить, да, они больше будут сейчас судачить, да, еще больше будут, ну как, еще больше трудностей только будет, из-за того, что будут говорить, ой, ну надо же, вот сам проповедовал о вере, а сейчас вот сам заболел, и все в таком вот плане, да, и кто будет молиться, у всех свои проблемы, еще у всех этот ковид, да, и зачем это все говорит, это одна тема, то, что будут говорить, что-то негативное, как друзья Иова же были, да, пример такой негативный в Библии, и, то есть, всегда хотят найти причину, ну, и даже мы хотим найти причину, а почему это с нами случилось, да, то есть, все хотят найти причину, я уже думала, ну, может быть, потому что Сергей, он достаточно такой человек неэмоциональный, потому что говорят же, что онкология, это все равно, это какая-то психологическая болезнь, что, возможно, он неэмоциональный, думаю, поэтому, наверное, где-то негатив какой-то переживал, но не выплескивал его, вот из-за этого, наверное, где-то это все накопилось, и сегодня, не знаю, каким-то образом я наткнулась на документальный фильм, а Сакович, по-моему, да, его звали, пастор, епископ с Белоруссии, по-моему, и он умер от рака, но все люди свидетельствуют, что насколько он был позитивный человек, насколько он был веселый, насколько открытый человек, думаю, так, эта версия тоже не сработала, то есть ты не понимаешь, и вот, ну, вот тот вопрос, который вы задали мне, да, что, ну, мы хотели это скрыть, да, мы хотели это скрыть, скрыть не удалось, почему, потому что лечение в России, оно было безуспешно, Нина Анатольевна Риховская, тоже, слава Богу, за эту женщину, она мне сказала, послушай, почему вы молчите, скажите людям, пусть за вас молятся, Сергей Васильевич говорил, Нина Анатольевна, я говорю, Нина Анатольевна, а кто будет молиться, вот, ну, прямо вот вы думаете, так скажу сейчас, и все будут молиться, да, как, ведь ты можешь так говорить вообще, да, мы же, говорит, тело Христа, да, ну, Иисус же живет в нас, да, почему ты так думаешь о людях, да, может быть, мальчик какой-то, говорит, вот, когда кто будет стоять за Сергеем, говорит, ну, почему ты не хочешь сказать, думаю, ну, правда, почему же я не хочу сказать, но, думаю, да, из-за того, что нет веры, что будут молиться, и второй, думаю, что будут, значит, говорить и думать, из-за чего это произошло, да, ну, то есть ты боишься каких-то, ну, моментов, когда люди высвобождают что-то неправильное, нехорошее, да, и мы можем это делать, и тем самым вредить, думаю, даже Иисус, он сказал, ну, вывел из комнаты, когда он хотел воскресить эту девочку, он сказал, выйдите всех, у кого нет веры, думаю, сам Иисус, и то не захотел присутствовать в атмосфере неверия, в атмосфере осуждения какого-то, да, он их всех отправил, и произвел это чудо, и номер три, я подумала, что я не хочу вообще людей пугать, то есть эта информация, это не та информация, которая принесет людям радость по Богу и веру, это то, что удручает на самом деле тело Христа, это просто каждый человек потом думает, а вдруг это со мной случится, то есть как бы на этих трех позициях мы подумали, ну, значит, сами будем проходить, но не получилось у нас пройти это сами, потому что вот так сложилось, что нам нужны были уже финансы, потому что мы все деньги уже здесь тоже потратили, когда лечились в России, потому что здесь медикаментов вообще не было, мы заказывали их отовсюду, нам из Германии присылали, из Армении присылали, чтобы какие-то вот эти вот все вещи поставить даже химию, и то не было, ну, вот такая ситуация, просто вот кризис в стране в отношении медикаментов, видимо, из-за ковида, что ли, я не знаю, из-за чего, вот мы попали вот именно в этот период, потом, ну, и потом, когда мы сказали об этом уже, знаете, как-то ты сдерживал, 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 а потом просто момент наступает, все, ты отпускаешь, ты отпускаешь эту ситуацию, тебе уже вообще ничего не страшно, ну, и пусть хоть, хоть и говорят, но там, и пусть там, может быть, и молятся, или не молятся, уже тебе все, уже все не важно, у тебя есть, как, ситуация, которую ты просто хочешь, чтобы она решилась, и все, и тогда, когда-то мы отпустили это, тогда, в принципе, стало легко, и я наоборот сейчас сожалею о том, что, почему я так думала, на самом деле, очень хорошие люди, люди очень любят, в их сердцах живет сам Христос, и когда я увидела, как люди нам помогают, знаете, вся Библия, она вдруг ожила для меня, я вдруг поняла, что на самом деле, Иисус говорит, что когда я приду, то я разделю одних по правую, других по левую сторону, и кто же, говорит, эти будут, те, которые на правой, когда, говорит, я был болен, вы посетили меня, когда Иисус, говорит, я был болен, вы посетили меня, думаю, Господи, так Иисус сам отождествляет себя не со здоровым человеком, а с больным, и Он смотрит на отношения каждого человека к Нему, не к этому человеку, а к Нему, к Самому Богу, к Иисусу, Он говорит, я на этом основании буду строить свое отношение, и на этом это основание именно показывает, что же в людях есть вообще, есть ли там Божья любовь, и когда я был голоден, вы меня накормили, ну как мы, просто понимаете, вся Библия, она вдруг оживает, и я подумала, что да на самом деле, да и вообще никаких проблем не будет, когда мы предстанем пред Богом, мы точно будем знать вообще, какие мы христиане, точно будем знать. Я вдруг поняла этот момент, когда вот эти друзья, которые разобрали крышу, и я опустили этого человека, который был абсолютно немощный, расслабленный, его написано в Библии, и они разобрали эту крышу и опустили его перед Иисусом. Я вдруг поняла, что сейчас Сергей, но он не способен решать эти моменты, он не способен даже рассказать вам о своей ситуации, он не способен. И как важно вот эти друзья, которые разбирают эту крышу, и разобрать эту крышу, ну на самом деле, это нужно желание, нужно определенно иметь отношение сердца к этому, нужно иметь веру, разбирать крышу, зная в том, что Иисус поможет. Я поэтому очень благодарна людям, которые как друзья того, расслабленного, они вместе с нами разбирают эту крышу, эти препятствия убирают с нашего пути. Это препятствия, да, то есть это страны, это больницы, это финансы, это молитвы, это как препятствующие вещи. И очень благодарны людям, которые на самом деле, они вот подвязались вместе с нами разбирать это все, чтобы достичь Иисуса Христа, достичь Его сердца, достичь даже, я знаю, что Иисус, Он хочет исцелить, но вот это, буду я с тобой во время скорби, мы не знаем, сколько эта скорбь длится, мы не знаем, что происходит в этот момент, мы не знаем. Мы можем только верить в то, что Бог, Он контролирует всю ситуацию, да, потому что ягод с тобой в скорби, значит, ты говоришь о том, что я контролирую эту ситуацию, и это дает мне покой, мне дает покой, то, что не то, что, о, мы сейчас что-то не досмотрим, или мы не домолимся, или там что-то неправильно сделаем, я знаю, что у Бога есть миллион способов побудить нас, миллион способов вдохновить нас, или другого человека, один отказался, он к другому будет стучаться, но он найдет это открытое сердце, которое либо на молитву встанет, либо финансы сделает, поможет, да, либо слово какое-то она пишет, которое достигнет нас, то здесь, на самом деле, я не думаю, что Бога можно связать какими-то земными вещами, что-то мы не досмотрели, что-то мы не досказали, или мы не домолились, он найдет способ, как прикоснуться к человеку, я просто знаю, я просто верю, я читаю многие свидетельства сейчас, как Бог приходит в жизнь людей, я понимаю, что на самом деле Бог все контролирует, поэтому он Бог, если бы он был в какой-то немощи, да, или мы бы подумали, что что-то он не досмотрел, но я думаю, что он бы тогда не был Богом, но он Бог, и он видит, что мы реально, мы ему доверяем, я очень благодарна также, что нашлась эта клиника, нашлась эта женщина, которая мотивирует нас, вдохновляет нас, и это, знаете, не, опять же, не как в России, просто развели руками и все, не она готова бороться, может быть, она знает, конечно, больше что-то, но она нас вдохновляет верить, она нас вдохновляет и говорит, что все будет хорошо, в этот период самое важное, я думаю, именно слышать такие слова. Да, Наташа, можно я вернусь еще раз к этому моменту, что все-таки как хорошо, что вы вынесли эту ситуацию, ведь мы все-таки, мы то тело, мы та церковь, которую врата ада не одолеют, и там, где я сама не справляюсь, у меня есть кто-то здесь, есть кто-то здесь, кто поддержит меня, кто встанет со мной в этой борьбе, и очень важно, хочу вот обратиться к вам, дорогие, кто нас смотрит сегодня, что если вы проходите какую-то ситуацию, не замыкайтесь в этой ситуации, не бойтесь, вот то, о чем Наталья говорила, у нее были свои пункты, по которым она не хотела, чтобы кто-то узнал об этой ситуации, потому что кто-то может осудить, кто-то может приткнуться, кто-то может рассказать, почему с вами это произошло, за какие грехи Бог вас наказывает, но вы знаете, не бойтесь, потому что тех, кто вас поддержит в теле Христовом, гораздо больше, немножечко вот расскажу нашу ситуацию, которую мы с мужем когда-то в тринадцатом году проходили, когда он уехал в другой город на встречу с пастырями, и на этой встрече у него случился гипертонический криз, прединсультное состояние, он попал в больницу, и когда мы проходили с ним эту ситуацию, когда на минуточку у него на четыре дня полностью пропала память, и вот мы были в этом неврологическом отделении в городе Славянске десять дней, слава Богу, мы прошли эту ситуацию, но о чём я хочу сказать, что когда мы вышли из больницы, через пророка было слово, что по молитвам подвизающихся я провёл тебя, вы знаете, я так запомнила эту фразу, по молитвам подвизающихся, те, кто стоит с тобой, дорогая моя сестра, дорогой мой брат, те, кто молится за тебя, вот эта молитва, те, кто подвизался, и твоя личная молитва, твоя личная вера, она обязательно проведёт тебя через эти обстоятельства, это так важно, когда у нас есть тот, кто нас поддержит, и, Наташа, слава Богу, что сейчас вот поднялась такая волна, и так как я являюсь представителем вашим здесь в Украине по сбору финансов, как волонтёр, я состою в этих группах, в телеграм-канале «Помощь Сергея Зуеву», я вижу, как люди молятся, пишут, сейчас в комментариях я тоже вижу ваши молитвы, вашу поддержку, ваше ободрение, спасибо вам, дорогие, большое, я верю, что вместе мы всё это пройдём. Наташ, и есть ли ещё несколько вопросов, которые задают люди, каково состояние Сергея на сегодняшний день? Ну, на данный момент состояние тяжёлое, потому что он прошёл сильную химиотерапию, и показатели крови очень упали, естественно, многие вещи, я думаю, кто знаком с этой болезнью, и кто знаком вообще с теми последствиями, какие происходят после химиотерапии, я думаю, что, ну, знаю, да, что тут и реакция на кожу, и в гортане очень, как типа стоматита, очень больно глотать. Я бы вот, ну, состояние на самом деле тяжёлое, что... ну, врач сказала, отёки, врач сказала, что это, ну, нормально, то есть это, да, это следствие химии, терапии, потому что была очень высокодозная химия, вот, и... ну, мы верим, что его организм справится с этим, поэтому я хочу, чтобы также люди, вот, а вы молились целенаправленно о том, чтобы он справился, организм, чтобы и почки, и печень, и сердце, и вся крововетренная система, она была восстановлена чудесным образом. Пожалуйста, молитесь за то, чтобы Сергей, он прошёл весь этот этап, пришёл в ремиссию, и там уже мы посмотрим. Эта шишка, она уменьшилась гораздо, то есть это было что-то страшное, но сейчас это совсем другая ситуация, но вместе с ней, и, конечно, всё тело страдает, то есть она уменьшилась, но и тело страдает. Поэтому, ну, не думайте, что он не хочет там выйти на связь, или почему он не выходит на связь, он просто не может этого сделать, поэтому выхожу я, который могу говорить, я способна это сделать. Поэтому пишите мне, задавайте вопросы, я с удовольствием, с радостью отвечу, и я всё ему также передаю, что люди говорят, о чём молятся, и ему это очень приятно, его это вдохновляет. Наташа, скажите, пожалуйста, а на какой стадии сейчас процесс лечения, и что врачи говорят, вот сколько будет длиться процесс реабилитации? Ну, смотрите, сейчас они ждут, чтобы кровь поднялась в показателях. Когда кровь поднимется, то, скорее всего, что в начале февраля они проведут уже блок, там идёт химиотерапия блоками А, Б, А, Б, то есть два раза А, Б. Вот он блок А прошёл, это была очень такая тяжёлая химия. Блок Б, он немного слабее, и не будет такой побочки от неё, но зато вот эта шишка, она, как доктор сказал, она уйдёт совсем. Потом ещё будет также А и Б, и потом они будут просто смотреть. На данный момент никто не может сказать, какая будет вообще полностью, да, всю схему лечения, весь протокол лечения. Никто не может сказать, потому что всё индивидуально, всё зависит от организма человека. Более того, он уже и здесь получал эту химию, поэтому уже организм не в той стадии, как был в начале. Поэтому всем говорю, кто нас слушает сейчас, не теряйте время, если вдруг чувствуете какие-то вещи, симптомы. Нужно двигаться и по вере, молитесь, но и двигайтесь также в этой земной жизни, находите какого-то хорошего доктора. Нельзя просто слепо доверять также врачам, сразу могу сказать, потому что никто вас так не заинтересован, как вы и ваши близкие. Люди, видя, наверное, так много страданий, которые происходят, всё-таки внутри что-то меняется у этих докторов. Нет уже у них вот такого трепетного отношения к каждому человеку. Есть просто схема, по которой они идут. Поэтому вам нужно всё же быть Вадимом и Духом Святым во всём этом пути. Но и самое главное, что мы всё-таки потеряли это время, потом мы были... Я думаю, если бы мы часто обращались к докторам либо обращались к медицине, мы были бы, наверное, более подготовлены. Но так как мы за все годы нашей жизни ни разу не обращались к докторам, только разве что лечили зубы у них, и я рожала в больнице, больше мы не обращались к медицине вообще. У нас даже карточек не было медицинских, у нас даже лекарств не было, кроме, может, цитрамона от головы. То понимаете, что мы оказались людьми совершенно не сведущие, как работает медицина в России и вообще как всё это происходит. Вплоть до того, что когда мы начали бегать по больницам, у нас был такой шок, потому что что мы вообще тут делаем – вопрос. Второй вопрос – а почему мы вообще здесь? И третий – я хочу, чтобы отсюда мы быстро ушли. Ну, просто ты не хочешь здесь быть, и всё. Просто не хочешь быть. Но всё равно нужно было всё это пройти. Конечно, много было ошибок допущено в плане даже лечения и запоздалого обращения. Ну, я даже не знаю, как это – ошибка, не ошибка. Сложно сказать. Сейчас мне очень сложно сказать, потому что, в принципе, всё то, что было сделано, оно тоже было сделано неправильно. Но ехать сразу за рубеж, куда-то за границу – ну, тоже не вариант, да, если бы мы даже здесь не испытали ничего. Ну, вот есть как есть. К сожалению, это вот так. И я думаю, многие люди с этим сталкиваются. То есть, когда ты здоровый, ты об этом не думаешь. Но когда приходит в твою жизнь вот эта проблема, атака, или, я не знаю, болезнь, я не знаю, как это назвать, демон или что это такое, то, конечно же, человек, он обескуражен, он не знает, что делать, куда бежать, кому обращаться. И так как мы вообще не доверяли, да, медицине, то мы вообще были во много раз сконфужены, больше, чем люди в этом мире живущие, которые… То есть мы вообще не понимали, что делать, понимаете, да? То есть для нас единственный источник нашей жизни – это был Бог всегда. Я сегодня просто взяла записную книжку Сергея, 95-96 год, и я смотрю, все, что он писал, вот он до сих пор, он точно такой же. Если ты хочешь какой-то финансовый прорыв или ты хочешь что-то получить в плане материального, то прежде всего нужно, там прямо он пишет, да, принести жертву Богу. Потом тебе нужно обязательно десятину отделить. То есть вот этот момент был святой для него. Вот даже сейчас он говорит, «Слушай, нам же нужно как-то десятину будет отдать с этих денег». Я говорю, да неужели еще с этих денег отдавать десятину? Ну как мы отдадим десятину? Он говорит, ну надо думать, нам нужно отдать с этих денег десятину. То есть он настолько человек, четко следующее Библии и Слово, что для него… Ну а как это не отдать десятину? Ну а как, вы представляете, отдать десятину с такой суммой теперь вот подумать? Я понимаю, когда сумма для тебя приемлемая, «Ну это и вообще неприемлемая сумма? Ну как же с этой суммой отдать десятину?» Ну этот человек в таком состоянии, он об этом думает. Я говорю, почему ты сейчас хоть об этом думаешь? Ну а как, говорит, не думать? Я хочу, я должен об этом думать. То есть вы понимаете, да, что это человек, который просто четко всенаследовал той Божьей инструкции, которая описана, и поэтому мы застались врасплох, так сказать. Когда ты все выполнил, арсенал всех своих знаний употребил, всех своих опытов жизненных, ты все сделал, и это не сработало. И тогда от безысходности, от безвыгодности ты уже бежишь к этим врачам, которым ты никогда не доверял. Ты не можешь, вот знаете, вот когда ты никогда этому не доверял, чтобы у тебя вот моментально пришло такое доверие, и ты вот прямо знал точно, что вот сейчас они это сделают, и тебе это поможет. Я думаю, может быть, еще из-за этого есть проблема, то, что ты, ну что мы, мы должны верить в химиотерапию, мы должны верить в лекарства. Поэтому даже вот сейчас сказать всем людям, я думаю, что все же мы не должны быть такими категоричными. Бог, он и в медицине так же. И если я раньше думала, химиотерапия, это просто жесть, от которой только убивает людей, теперь я понимаю, что нет химиотерапии, она продлевает жизнь, она дает шанс человеку выжить. А он дает шанс реально. То есть вот видите, все взгляды меняются. Если человек думает, что он все точно знает, и эти все знания абсолютно верны, это тоже ошибка. Понимаете, вот есть вещи, которые мы все-таки не до конца понимаем, не до конца знаем. Поэтому не надо быть такими категоричными, не надо быть, ну не надо думать, что я все знаю, я точно знаю, что это вот так и никак иначе. Просто не повторяйте наших ошибок. Знаете, как в одном из комментариев одна женщина, она вышла под фейковым каким-то аккаунтом и просто написала, что вот там я, вы там обратились к мамоне, вы не обратились к Богу, и нужно верить Богу. Вы знаете, я просто ей тогда написала, не повторяйте, пожалуйста, нашу ошибку. Мы именно так же думали. Сейчас ты просто, ну как, в этой ситуации ты просто используешь все шансы. Ну что, ты хочешь, чтобы твой человек, твой любимый человек, которого ты максимально любишь, ты хочешь, чтобы он жил. И ты будешь использовать все абсолютно, все ресурсы, все возможности, чтобы только, ты борешься за жизнь, за жизнь этого земного тела. В духе все хорошо. Духовный человек, он да, он спасен. Но вот это физическое тело, но только здесь пребывая на земле, это только в этом физическом теле может быть. И мы сейчас ведем это сражение с этим физическим, физическим телом, мы хотим его восстановить. Мы хотим его, чтобы оно было здоровое. И, конечно, здесь и медицина, и чудо Божье. Сто процентов. Сделаю акцент на то, что вы не перестали верить, обратившись к врачам. Нет. Врачи, они тоже как те ангелы для нас даны здесь на земле. Поэтому я верю, что в таком тандеме вера и ангелы в лице врачей сотворят чудо. последний вопрос. Я думаю, я думаю, что мы перейдем к завершающей литре. Последний вопрос такой. Я понимаю, что все равно, когда проходишь период боли, когда вы видите, в каком состоянии находится ваш муж, все равно приходят какие-то атаки в виде сомнений, в виде разочарований, когда вы ощущаете себя слабой, беспомощной. Что вы делаете в эти моменты? Что вас поддерживает и вдохновляет? Ну, прежде всего, слово, которое Сергей получил, оно меня поддерживает, это слово. Думаю, да, но Бог же сказал во время скорби. Потом все же я верю в то, что Божья благодать, что он и реально благодать, она действует, потому что мы, переживая этот период такой тяжелый в нашей жизни, ты все равно ощущаешь какое-то внутреннее утешение от Бога. Свидетельство людей читаешь, вдохновляешься. Вот этот эфир, который был Светлана Спивакова и Вера Логин. Это просто потрясающе, я думаю. Я вдруг понимаю, что Господь, он наделил человека способностям переживать такие сложные моменты в жизни. И прежде всего, я верю Богу. Я верю, что Бог, он не изменился. Я верю, что все годы, которые мы жили с ним, и все чудеса, которые он нам совершал и давал, если бы, если бы, я никогда не встречала Бога в этих, в своей жизни, в плане чудес, если бы я знала о нем только из книг других людей, свидетельств других людей, то, может быть, я бы, ну как, мне было бы сложнее верить. Но сейчас я понимаю, что все, что Бог как нас вел, с самого первого момента, как только мы пришли к Нему, и проснувшись однажды ночью, с дикой болью, я не знала, что со мной, мы еще были баптистами, мы вообще ничего не знали об исцелении, мы вообще ничего не знали. И знаете, вот когда ты в таком состоянии, ты кажется, ты сейчас умираешь уже, и Сергей, он ночью прозбудил, и я его, чтобы он бежал за скорой, и он, прежде чем бежать за скорой, он встал на колени, возложил почему-то руки на меня, хотя этому не учили, и просто прочитал молитву Отче наш, и когда он сказал аминь, эту боль как выключили, просто ее выключили. И знаете, это было первое чудо, которое мы получили, это было чудо исцеления. И все последующие годы, как я забеременела сыном, Давид, он к нам пришел чудесным образом, просто по молитве одной женщине пророка о раннем Себастьяне. И все чудеса, финансовые все. То есть я знаю Бога, не со страниц, знаете, других книг, которые люди писали. Я знаю его в личной жизни, и это мне дает уверенность в Боге. Я бы вот сказала, что это основной мой якорь, который меня держит вот в этой, во всей ситуации. Слава Богу, Наташа. Давайте, я думаю, мы сейчас все вместе согласимся за вашу ситуацию, за Сергея, за все, что вы сейчас проходите. И я хочу молиться, дорогой Господь, Божий отец, ты Бог, который все держит под контролем. Ты тот Бог, который сейчас окружает своей любовью, заботой, утешением Наташи и детей, Господь. Ты тот Бог, который во всем. Боже, и мы сейчас в этой молитве мы несем на руках молитвы Сергея, Господь. Боже, мы проводим его перед моим престолом, Боже, Господь, чтобы ты, Господь, просто возложил прямо сейчас на него свои руки, чтобы прямо сейчас, Боже, по молитве подвязающихся, Господь, и мы сейчас стоять всем, которое восстановит, Боже, которое поднимет, которое просто обнадит сейчас, прямо сейчас, каждую клеточку, каждый орган, каждую систему его организма. Боже, во имя Иисуса Христа, Господь. Боже, мы берем всякую немощь Сергея, Боже, и мы отдаем это на крест, Господь. Боже, а с креста мы берем все то, что ты ему обещал, то, что ты ему обещал. Мы, Господь, берем божественное здоровье, мы берем долголетнюю жизнь, жизнь в процветании. Жизнь в процветании, и Господь, мы берем Твою веру, Господь, мы берем Твою веру, Господь, и мы все превозмогли, Господь, они все превозмогли, Боже, пошли по концу, Боже, и мы получили это чудо в их жизнь, Господь, и прославили Тебя, Боже, Господь. О, слава Тебе, Иисус, Боже, Субтитры делал DimaTorzok 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 На данный момент осталось собрать 58 тысяч И поэтому я очень прошу вас, я призываю вас, чтобы вы сеяли, сеяли в эту семью, сеяли свои финансы, может быть вы можете совсем мало, но это будет тем семенем, которое в этой общей массе оно будет играть огромное значение Дорогие, в шапке над этим эфиром мы выставим все реквизиты, по которым вы можете перечислять деньги, это и российские счета, это Казахстан, Узбекистан, Украина и также счета, на которые можно перечислять из-за границы, из Америки, с Европы Не останьтесь в стороне драгоценные, давайте поддержим нашего драгоценного брата, который столько много делает для Царства Божьего, служит людям, его семья, давайте поддержим их молитвой Спасибо, спасибо огромное, спасибо огромное за вашу вот именно вот эту площадку мы молитва, вы просто настолько такую Божью работу совершаете, люди так много, потому что каждая женщина, которая здесь вот приходит и проповедует и делится, она как будто настолько открытость есть И в этом есть столько Бога, не просто, знаете, такое показное христианство, а мы здесь делимся вот всеми своими путями, как мы проходили, все невзгоды, которые были и радости Поэтому я думаю, что это колоссальный плод принесет для его Царства Спасибо каждому человеку, который поддерживает нас в это трудное время Я просто очень Богу благодарна, что через вас он действует в нашей жизни, через вас, через ваши слова, через ваши молитвы, через ваши финансы Я очень просто увидела совершенно по-другому, знаете, вот эту работу тела Христова, то есть это на самом деле тело, это на самом деле один организм, как страдает одна часть, и все тело, оно включается, чтобы помочь тому, кто страдает Спасибо вам огромное каждому за все эти помощи, за каждое слово ободрения Спасибо, спасибо, спасибо Мы очень вам благодарны, Оля, спасибо тебе, что ты нас тоже так поддерживаешь и взялась за то, что открыла эту карту свою Спасибо большое за сегодняшний эфир, за эти молитвы А также очень благодарна Жанне Гукасяне, она просто несет нас в этих молитвах Она мне позвонила и сказала, почему ты мне раньше не сказал об этой проблеме Я думаю, правда, почему? Но вот замыкается человек, вот не все люди одинаковые, да, кто-то любит сразу говорить, выплескивать, кто-то замыкается Вот мы, видимо, те люди, которые раз и закрылись, и хотим пройти это тихо Но Бог не дал нам этому случиться, Он просто хочет, наверное, чтобы каждый человек, он какую-то роль свою сыграл Вот в этой, знаете, ситуации Я благодарна нашей церкви в Ноябрьске, которые молятся каждый день за Сергея Они поддерживают нас во всем Я очень благодарна каждому человеку Я благодарна очень своим детям, которые, ну, просто я увидела их совершенно другими Они, на самом деле, они пропитаны верой, они пропитаны Богом И у них так много любви к нам Я очень Богу благодарна за моих детей Просто хвала ему и слава Это огромное счастье видеть, как твои дети за тебя борются Они как, на самом деле, как воины, как борцы Я очень благодарна То есть все наши беседы, которые мы с ними проводили, они не были напрасны Это все семена, которые были засеяны в их сердца И сейчас мы пожинаем этот плод Поэтому хочу сказать каждому Больше общайтесь с людьми Больше делитесь с ними своими отношениями с Богом И я думаю, что в правильный момент вы пожнете То, что вот сейчас мы пожинаем Спасибо большое Сегодня я, конечно, выпила кучу валерьянки, чтобы нормальной быть Но был момент, когда я думала, все, сейчас я начну рыдать Но как-то перешло это чувство Слава Богу, я смогла дойти до конца Спасибо вам, Наташа Также я хочу сказать, что Наталья является частью команды «Мы молитва» И вы можете посмотреть ее эфиры, в которых она свидетельствует о финансовых чудесах, какие Бог делает Да, да И эфир, в котором она рассказывает о чуде, как она забеременела Вы можете посмотреть на странице «Мы молитва» Либо на YouTube-канале «Мы молитва» Я думаю, это вас очень сильно ободрит и вдохновит Спасибо, Наташа Спасибо всем, кто был с нами в этом эфире Мы вас благословляем Мы молимся за вас Мы вас крепко обнимаем И до новых встреч на нашей платформе, в эфирах И, как всегда, завтра утром Кстати, Жанна Гукосян завтра в эфире Всем утра по Киеву Присоединяйтесь Мы будем рады провести это время с вами Всем благословений с Господа Спасибо, с Богом всем До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!